НХЛ, США, товарищи по российской сборной говорят, что Илья Ковальчук, машина на чемпионате. Арон Виккерс, НХЛ.чон, США, 21 мая 2019 года. Он, машина, сказал защитник Вашингтон Кэпиталс Дмитрий Орлов. Он начал играть в НХЛ с 18 лет. Он до сих пор находится в очень хорошей форме, и он до сих пор остается по-настоящему хорошим игроком. Он является по-настоящему профессиональным игроком, и молодые игроки могут многому у него научиться. Орлов оказался в одной сборной с Ковальчуком на чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, чемпионате, который позволит ему добавить очередное достижение в свое весьма внушительное резюме. Всегда хорошо, если вы выполняете свое обещание играть за национальную сборную, сказал Ковальчук, который за свой первый сезон в составе команды Лос-Анджелес Кингс в 2018-2019 годах заработал 34 очка, а за 880 игр в НХЛ – 850 очков. Когда у вас появляется возможность, вы идете и выкладываетесь по полной. Почти за два десятилетия Ковальчук, которому сейчас 36 лет, сделал на международной арене нечто гораздо большее. По числу наград Ковальчук опережает всех остальных российских хоккеистов. Первые значимые достижения в его послужном списке относятся к самому началу 2000-х годов, когда в январе 2000-го года он завоевал золотую медаль на мировом кубке вызова МФХЛ. В том же году он завоевал серебро на чемпионате мира среди юниорских команд. Спустя один сезон на том же чемпионате он получил бронзу и удостоился нескольких личных номинаций, в том числе за наибольшее число голов – 11, и наибольшее число очков – 15. Еще одну бронзу он завоевал на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2012 году. Еще две бронзы – в составе мужской сборной в 2005-2007 годах. Самым запоминающимся моментом для более молодых товарищей Ковальчука по сборной стало золото, завоеванное в 2008 году – первое золото России на чемпионате мира по хоккею за 15 лет. «Он великолепен», – сказал защитник Колорадо Эвиланш Никита Задоров. В 2008 году, когда они завоевали первое золото, он забил решающий гол в овертайме. «Тогда я еще был ребенком. Мне было 13 лет. Я болел, сидя на своей кровати. Было поздно, почти 2 часа ночи. Я помню, что в детстве я смотрел чемпионат мира по хоккею, когда мы выиграли впервые за 15 лет», – рассказал вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Александр Георгиев. Ковальчук забил решающий гол. «Теперь мне даже не верится, что мы в одной команде. И не просто в одной команде». Ковальчук стал их капитаном. «Это всегда большая честь», – сказал Ковальчук, который за 6 игр получил 5 очков. «Это большая ответственность. Я стараюсь делать свою работу хорошо». Ковальчук не просто возглавляет российскую сборную, его роль в команде этим не ограничивается. «Он играет очень важную роль», – сказал нападающий Вашингтон капитал с Евгением Кузнецов. «Он один из таких людей, с которыми хочется играть и рядом с которыми хочется находиться всегда. У него многому можно научиться. Одна из таких вещей – это как можно победить». Помимо золота на чемпионате в 2008 году Ковальчук завоевал еще одно первое место в 2009 году. Кроме того, он получил серебряные медали в 2010-2015 годах. В его коллекции также есть золотая медаль, которую он завоевал в составе сборной олимпийских атлетов из России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, а также два кубка Гагарина, которые он получил за победу в матчах континентальной хоккейной лиги. «Это великий игрок», – сказал Орлов. «Все его уважают. Он – самый старший игрок в нашей команде, и он – капитан нашей команды. Он всегда помогает всем игрокам нашей команды. Если у вас что-то не получается, он всегда подойдет и поможет вам. Таких ребят всегда приятно видеть в своей команде». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.